Привет, ребята, здесь громко, я здесь не могу разговаривать. Не знаете, это чувство счастья, которое у меня бывает, когда меня впускают в Америку. Это изумительное чувство, это просто свобода. Ты все, взяла мой ты самый чемодан? Да, это по три. Здравствуйте. Я говорила, что вот я чувствую, когда я захожу в Америку, что как будто я ограбила кого-то, а мне сказали, it's ok, ограбь нас. Вот я не знаю, потому что... Нет, это нормально, но когда ты русская, и когда ты проходишь таможню, и ты ждешь, что тебе вот-вот дадут этот желтый лист, это ужасно, лучше об этом не говорить. А тебя с бананом пропустили. Да, меня с бананом пропустили, и с духами, которые 200 мл. Вот так вот. Это не впервые, мне везет. Нам всем везет сегодня. Сегодня такие добрые ребята были. Да. У меня добрые были, смеялись. У меня был мужик, который вот так на меня смотрел, и говорил, у тебя в слю, ты болеешь, потому что у меня большие синяки. А, да, серьезно? Нет, она бы сказала, нет, извините меня, я выслала здесь часов, ты хочешь сказать, что я уродливая? Что у меня синяки большие? Соль, а ты всегда красотку забыла. Нет, ну потому что я макияж себе сегодня сделала. А я иду делать макияж. Какой белый синяк на улице. Вау. Красиво, но в Майами красивее. Сказала салат в таком интересненьком месте, у нас в аэропорту Фрэши называется. Вот так вот, жду его сейчас. Вы знаете, что такое талант? Талант это умение кушать салат без дрессинга даже, без там всякого оливкового масла или какого-то винигра, винегрета. Я умею кушать салат без всего этого. Это серьезный талант, я раньше так не могла делать. Видите, что на улице сейчас происходит? А мы вон отсюда. Ничего не видно, все белое. Нам реально повезло, мы сидим практически в бизнес-классе. Практически так. Да, потому что здесь будет два свободных сидения. Видеть, как красиво посмотрите. Вот это мой-то супер просто. Сидим-то вместе в самолете, загораем. Самолет у нас приземляется через 40 минут, я думаю. А сейчас мы ничего не делаем. Сидим и смотрим в окошко. Солнце садится, если вам еще непонятно. До свидания, солнце. Что еще девочки должны делать на самолете? Вот телевизор с флешлайтом, да? Закат очень красивый на улице сейчас. Обалденный. На улице закат. На улице закат, а где еще закат? Я не поняла. На улице закат. Это небеса. Мы на небеса. А на улице закат красивый. А мы внутри еще самолеты. Мы на улице. Мы на улице? Вы внутри? Самолетик как? А это улица. А это улица? Это улица. Окей, все, все, поняла, поняла. Мы прилетели. Очень классный полет был American Airlines, мы называли авиакомпанию. Все было круто, все было классно. И у нас были сидения, которые было там экстра больше места для ног. В прошлый раз меня туда поставили. Короче, если что-то случится, я должна открыть дверь. Я так люблю Америку, потому что, когда я приезжаю куда-то здесь, везде есть интернет. Не то, что когда я была в Кубе, я искала его и платила 5 долларов за 60 минут. А вот в Америке он везде есть, он везде бесплатный. И, блин, первая вещь, когда я прилетела сюда, я подумала, как же я люблю Америку, потому что американская еда, это просто рай. Все вот эти бренды самые вкусные, самые классные. Все на меня смотрят. До свидания. Ребята, я у себя в квартире, которую я сняла. Причем, в прошлый раз в моем видео я рассказывала, что я заказываю сайты... Аминь, я заказываю апартменты или всякие такие квартиры на каком-то сайте. И куча из вас спросили меня везде, даже на Tumblr, и все меня спрашивали, Соня, где ты заказываешь эти квартиры? Я их заказываю на airbnb.com. Я вам оставлю ссылку внизу, где вы можете найти кучу квартир. Серьезно, я никогда в жизни не буду заказывать гостиницу после этого сайта. Потому что вот это все, что я ищу. Это 10 раз больше, чем гостиница. Особенно, если вы в Нью-Йорке, никогда не оставайтесь в гостинице. Это не гостиница, это просто клетка в Нью-Йорке. Так что да, я просто обожаю такие места, потому что они гораздо лучше. Здесь может быть бассейн твой собственный. Если ты едешь с семьей, ты можешь снять огромный дом за копейки просто. Короче, я осталась в этом домике. Он немножко подальше от Miami Beach, там, где вся вот эта... Вут-вут-вут, где вот это все находится. Но мне все-таки это нравится, потому что здесь покой. Здесь я могу чувствовать, как будто я реально живу в Майами, а не просто как я турист какой-то. Так что вот, я сейчас вам покажу. Я думаю, что красивее будет утром, но все равно я вам покажу вот это. Вот это вроде бы диван. Мне вот эти нравятся сиденькие очень. Кухня. Здесь ванная есть. Короче, о! Это именно причина, почему я заказала вот это место. Вот это, это небо. Вот днем вы будете видеть небо здесь. Блин, как это выключить? Вот. Я буду видеть небо там. А вот это просто как-то... Это окно. Вот моешься. Супер круто, мне кажется. Вот эта кровать просто грандиозная. Я не знаю, что я буду на ней делать, потому что я в такой кровати большой никогда в жизни не лежала, мне кажется. Ну да. Супер место. И она тоже очень удобная. И вот здесь можно вроде бы как-то учиться. Хотя мы все знаем. Кто в Майами едет учиться? Не я, это точно. Пойду в супермаркет, потому что все-таки у меня своя кухня. Я могу себе приготовить все, что я хочу. И просто я обожаю супермаркеты в Америке. Серьезно, это рай. Это не обычный супермаркет. Это просто супермаркети на крэк. Как это объяснить? По-английски есть такое выражение, что это что-то на крэк, на кокеины. Это настолько хорошее, настолько высокий уровень. Не знаю, как это сказать по-русски. Так что вот, все равно. Я не знаю, что я могу вам показать, но вот эта улица ночью такая классная. Днем, мне кажется, она будет даже красивее. Ну да, идемте в супермаркет. Как же я люблю тропики, хотела сказать. Когда я сказала, как же я люблю, я уже придумала мое выражение в голове. Вот я вдохнула и, честно, в это же время понюхала как какашки. Ой, да, тропики-то классно. Какашки тоже круто. Черт. Ребята, я вела в Google Maps найти мне супермаркет, и он мне вот это нашел. Вот вы вот это видите? Это не супермаркет. Ребята, все в порядке, я нашла интернет, и я нашла еще один супермаркет, который поблизости. И причем я только что вспомнила, что вы, наверное, думаете, что это очень странно, что я больше не с Патриной. Патрина, потому что остается в Саут-Бич, я думаю, она может быть ко мне потом придет. Но да. У нее молодой человек в Майами сейчас, так что они вместе остаются. А я, короче, одиночка в Флориде. Вот-вот-вот-вот-вот. Вы не представляете себе, насколько я кайфую от таких моментов. Это просто неописаемое, неописимое, неописаемое счастье. Вы видите вот этот супермаркет? Вот мне туда надо. Вот теперь вы видите вот этот забор? Вот мне надо пролезть его. Но это невозможно. Так что мне надо его обойти 10 тысяч километров. Наконец-то я приехала. К сожалению, не приехала, дошла пешком и запотела, потому что серьезно здесь жара. Сейчас мешки просто неподъемные, и мне придется идти обратно домой. Так что я все руки свои поломаю. Я иду сейчас в другой магазинчик, здесь продаются аптечные вещи. Типа я хочу здесь ногти наклеенные купить себе. О май гадж. Он сейчас бибикает мне, мужик. О май гадж. Он сейчас меня убьет. Он сейчас меня убьет. Я жива. Я жива. Зачем бибикать девочкам, останавливаться возле них и спрашивать их вопросы? Нет, я не сяду у тебя в машину. И нет, меня не надо подвезти. Руки все поломаются, чем я буду сидеть у тебя в машине. Хрен знает, что он со мной сделает в этой машине. Или куда он меня отвезет. Девочки, не садитесь в чужие машины. Себе включая силы и говорить. Это я умираю. На улице так жарко. А я в кожаной куртке. И у меня 10 тысяч мешков. Может, правда, надо было залезть в машину? Ребята, это все на сегодня. Увидимся завтра с новыми видео. Днем в Майами будем видеть целый город и водичку красивую. 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 Так что вот все. Пока.